Теперь, ребята, смотрите. Итак, это для участников школы. Новые люди, которые начали с этого видео, могут посмотреть и взять себе это как метод. А участникам школы рекомендую это сделать. Не спешите. Работа Джанго и Аякс требует основательной проработки. Посему, вот ваше действие, которое я рекомендую. Ну, во-первых, когда мы с вами, давайте я еще кое-что покажу. В уроках, вот здесь, да, это шестая часть у нас. И уроки там, по-моему, с 30-го начинаются. Так. Так, это все раньше делали. Вот. С 33-го урока. Сначала вы посмотрите вот это видео с 33-го урока, часть шестая, да, запомнили. Если берем Аякс. Ну, все равно, не пропустите. Смотрите видео, что мы хотим сделать. Оно на Ютьюбе тоже есть. Это видео 75. Теперь, потом, то, что мы проговорили, все это в уроках мы прописываем дальше, да. Прописываем. Поехали прописывать. Прописали. Все заработало. Первым делом отправляете все на GitHub. Отправили. Все. Потом, как я сказал, я вам сказал создать проект, но можно сделать и в этом проекте. Открываете создать новые ветки. И пишите, например, там. Learn. Django. Аякс. Все. Переключились. То есть, светки-мастер переключились на эту. Вот тут мы уже начинаете все осознавать. Ну, давайте запускаем проект. И идем через исключение в первую очередь. Как я вас учил на Python. Да, обучение Python. Все идет через исключение. Так. Вот у нас есть сохраненные посты. И поехали. Открываем. Сразу удобный для вас, удобный для вас инструмент разработчика. Вставляем. Если другой браузер, не забываем, что, возможно, придется войти, пока мы тут на данном этапе не писали вход. Поэтому нажимаем добавить пост. Вводим логин, пароль, чтобы все заработало. Сохраненные. Ну, имидж мы не писали, пока это фигня все. Потом исправим. Позже, когда будем юзера писать. Мои посты. Открываем пост. То есть мы писали, вот, сохранить, уже сохранен. Все. И начинаем наблюдать. Да. То, что мы с вами рассказывали. Вот, смотрите. Открываем базу HTML. Я в прошлом видео, которое я только показывал вначале, говорил, что в первую очередь селектор. Давайте мы убираем селектор. Вторая часть, сам селектор у нас находится на странице пост.дитель. Да. И теперь нажимаем эту страницу. Так. Сохранить. Save section. Теперь давайте смотреть. Смотреть. Заходим. Мои посты сохраненные. Сначала давайте все поудаляем. Пост апдейт. Да. И это удаляем. Сохраненных ничего нет. То есть, все очень тихонечко делайте. Вот, смотрите. Сохранить. Ну, давайте смотреть. Уже сохранен. Теперь сохраненные. Ого, сохранился. Что-то не то. Открываем базу html. Ага. И здесь убираем. Перезагружаем. Здесь уже джанга нам показывает, что есть какое-то исключение. Мы запускаем. Смотрите, что происходит. А ни хрена не происходит. Пропало, да. Сохраненные посты. Пытаемся перейти на пост. И перестало работать. Гадость я такая. Открываем. Здесь можно два окна открыть. Это я пока. Так. И смотрим. Значит, смотрим разницу. Вот, смотрите. Здесь сейчас данных нет, получается. Давайте вернем. Перезагрузим сервер. Хотя он сам должен перезагрузиться. И откроем. Теперь опять. Сохранить. Заработало. И смотрим. Смотрите. Сейчас показывает. Нам всю информацию. Вот давайте проанализируем. Все вам не надо знать. То, что мы вот писали. Да. Наша страница. Да. Совпадает. Двенадцатая. Дальше поехали. То, что нас интересует. Ну, дом мы сейчас даже не смотрим. Это не так важно сейчас. Сейл секшн. То есть, ID. Да. Действительно. То есть, начинайте потихонечку изучать. Но изучать именно при помощи исключений. По-другому никак, ребята, не получится. Дальше открываем. Смотрим дальше. То есть, сразу же открываем проект. И понимаем. Сейл секшн. То есть, как я говорил в первом видео. Мы смотрим сейл секшн. И себе говорим. А где это должно работать? И отвечаем на вопрос мысленно. Ну, логично. Если мы находимся вот на этой странице, где дитиль двенадцать, и она показывает, значит, наверное, на ней должно работать. Но это должно у вас моментально происходить. Проверяем себя. Заходим в пост дитиль. Вот наша ID. Сейл секшн. То есть, все нормально. Для себя подмечаем, что сюда мы импортировали нашу страницу ранее, которую мы написали. Сейл секшн. Которая отвечает за сохранение. Где эта страница находится? Правильно. Во вьюхе. Открываем вьюху. И знаем, что мы писали. Сейл пост из Аякс. Сейл секшн. Вот она. Дальше. Изучаем информацию, которая, в принципе, мы указывали обязательно. Например. Экшн. Идем в нашу форму. Идем в нашу форму. То есть, сейл секшн у нас это форма. Видим вот экшн. Пост сейв. Где это находится? Правильно. Мы себе отвечаем. Где? В юрел. Идем в юрел. Запоминаем пост сейв. И смотрим. Да, действительно, пост сейв наш юрел. А вот то отображено там. Смотрим. Оно. Оно. Экшн. Экшн. Форма. Ну, дальше давайте не пойдем пока, да? Кроме этого, кроме этого, кто еще не был, элементы. Ну, то есть, видим, где что, да? Посмотреть локализацию. Кроме этого, исходный код. Вот он отображается. Ну, это уже пока оставим, да? Это нам сейчас не так важно. Время отработки не так важно. Дальше. Убираем со страницы. Добавляем циферку 2. То есть, мы четко понимаем, что сейчас... Разные, да? Наши. И опять делаем, да? То есть, ну давайте перезагрузим сервер. Потому что он может это не распознать. Так. Вот. Перестало работать. Открываем. Ну, давайте просматривать. Во-первых, мы видим, что... Смотрите. Вот. Берем буквочку. И, да? Берем. Раз. Раз. И выходим на то, что нам надо. То есть, по сути дела, исключения мы уже определили. В данном случае мы работаем с жукери, не с жанга, да? Консоли.log. Сейв.секшн. То есть, ошибка здесь. Показывает нам. Давайте смотреть дальше. Берем, открываем консоль. Свернем. Нажимаем. Свеженькое было. Ничего не происходит, но движение, движуха есть. И видим. Обжиг ноль. То есть, ничего не передано. На самом деле, почему я говорю вот так осознанно, потому что и копаться-то не надо. Но нажали на исключение. Если вы смотрите на исключение и четко понимаете, что селектор у вас находится в файле по сдитель, но вы сейчас знаете, да? Давайте попробуем, что сделать. Элементы. И давайте пошли, да? Давайте смотреть. То есть, мы можем, не выходя даже отсюда, уже начать просматривать. Это если есть желание. В общем-то, не буду вас загружать. Это как вы далеко залезете. Пока хотя бы вот так. Определили пустой. Да, опять. То есть, все здесь понятно. Потому что много надо потиху. Быстро не получится. Пока на этом остановитесь. То есть, постоянно начните работать. Хорошо. Далее. Идете в юху. Опять запускаете. Уже сейчас должно заработать. Все работает. Все по контролям. Здесь посмотрели. Ну, в общем, поняли. Да? Принцип. То есть, все когда нормально. Мы видим информацию. Все окей. Берем то, что мы сделали ранее. Да? Total post. Total service post. То есть, где это находится. Правильно. Сохраненные. И начинаем перезагружать. Так. Смотрим. Где это находится. Идем. Знаем, куда идти. Да? Total service post. То есть, мы четко понимаем. И здесь поле. То есть, должны соображать. Только так. Пока не получится. Все-таки, давайте теперь проверять здесь. Вот здесь оно замерло. Добавляем пост. Так. Берем все посты. Читать полностью. Так. Ну, этот. Вот этот добавим. Смотрите, что происходит. Нам приходится делать с перезагрузкой страницы. Это уже исключение. То есть, видим. Да? Уже есть изменения. То есть, должно происходить без перезагрузки. Нечто происходит с перезагрузкой. И сохраняем не сохраняется. И здесь у нас появилось уже исключение совершенно нормальное. Да? Аякс. То есть, не работает наш сервер. Ложится. Показан даже значком, что можно увидеть. Да? И увидеть исключение. Начинаем разбираться. Мы это с вами считаем уже прописали. Видите, какое оно капризное. Сохранить. Все пошло, да? Не сохраняется. Теперь запускаем Django сервер. А Django терпит. Да? То есть, все у нас нормально. Но видим, что метод один, мы же понимаем, что он не работает. Правильно. Там у нас и осталось два уже. Да? Понимаете? Вот вроде как и работает. Но вот эта кнопка уже перестала работать. А так вроде как через и работает. Но это же не нормально. Вот с перезагрузкой вроде как и работает, да? И начинаете консольки. Да? Только поняли. Причина нам вполне понятна. У нас не определяется пост. Что мы делаем сейчас? Правильно. Как я вам говорил. Четкое понимание функции. Идем. Джанда набираем. И мы себе соображаем, что мы четко понимаем, где она живет. Что нам надо прочитать в функции. Что, прежде чем открыть. Что это за объект. И что мы должны передать. Мы читаем getObjectOr404, передать обязательно класс и любые другие позиционные и элиминованные параметры. Нам становится понятно. Давайте подумаем. Да, мы в модели написали метод totalSouthPost. Но к чему сохранять? Ведь мы вписали переменную, которая извлекала страницу, где заполнили модель и именованный аргумент передали, который делал постзапрос. Соображаем. Да? Потому что это форма. Поэтому постзапрос. Но к чему применять этот метод? Сам по себе его нет смысла применять. Что он будет делать? Поэтому к странице. Да? Пост. Все заработало. Идем опять назад. Теперь загружаем. Опять все работает. И таким макаром, ребята. Самый главный принцип, потому что если с Джанго там все попроще, то здесь я вас хочу настроить на то, чтобы вы начали работать через исключение. Так вы осознаете Аякс, работе с Джанго, и работу с Джанго лучше осознаете. И так будет то. Сколько вам не рассказывали про панели, в них надо, вот эти дополнительные инструменты разработчика, в них надо копаться. Копаться именно с проектом и начинаете делать то, что вы понимаете. Когда все это дело уже прошло, вы можете просто удалить эту ветку и все. И вернуться к ветке мастер. Вот и, в принципе, вся петрушка. Продолжение следует...